всем привет ребята с вами я фат и сегодня мы будем играть в blocks fruit как видите ребята у меня есть кдк gotthoman буда и вот три раза спросите откуда потому что последняя серия по блокруту было это когда у меня был 700 ты когда у меня было ну когда я качался там перешел на следующий остров финальный остров осмотр прикол том то что я перестал снимать блок срут и ну с равно играл в него я накачал тебе 2329 уровень да извините что я не снимал видео долго когда ну по блок сруту ребятам извините то что давно не снимал я вот извиняюсь то что не снимал прям блок срут давно ну ладно давайте приступим как видите у меня есть dark blade и куча разных мечов и фруктов и как видите я тарашарков убивал я на это убил все это я на это прям вот прям вот потратил можно сказать месяцев один сегодня мы будем во втором море следующая серия будет ну в третьем что-то чел просит меня так он что на бас на меня решил ладно ребята сегодня я покажу ну не прям пока я еще буду есть что нибудь делать там вам показывает там какие-нибудь трейлы проходить для игроков ну больше наша главная цель это сегодня сделать драться гулять сегодня видео может быть не получится ну хотя бы попытаемся в следующей серии мы тоже попробуем ну сейчас я вам объясню что надо делать так нам нужно идти на проклятый корабль вот смотрите вот когда на экране напишется дрожь у вас пробежала по спине или еще там что-то может написаться земля дрожи все такое там значит в этом вот здесь заспавнился босс вы его убиваете вам с каким-то шансом там где-то два процента или пять процентов падает факел это факел вы относите вот смотрите вот этому чуб лику вот этому вот и вот когда вы ему отдадите вам еще причем отдать вам еще нужно ему отдать 100 экзоплазм экзоплазма это что это вот это вот такие экзоплазмы они падают со всех сет на этом корабле вот совсем вот с поваров падает с вот этих чувачков которые здесь находятся еще вот здесь вот и они находятся с вот таких падает так и вот эти в общем со всех на этом корабле падает я где-то штук пять убил уже за два дня и не выпало а пока что мы пойдем на босса под названием ло потому что я хочу выпить его катан если вы не понимаете я сейчас вам покажу так бегу-бегу-бегу-бегу перезарядки здесь долгие перезарядки здесь долгие перезарядки здесь долгие перезарядки но это в третьем море будет объясню ну смотри вот все знают про рейды вот здесь вот пишем все пишут вот здесь вот код вот такой вот красный синий зеленый синий и открываются двери там вот рейд на тысяча сотый уровень чтобы купить чип на рейд ну ваши ну могут какой-то чип какого-нибудь там чела попросить купить чип или друг у друга попросить купить чип и он вам может пройти рейд о вот вот кстати дрожь пробежала у вас по спине она бывает ночью но иногда он большой достаточно шанс чтобы он появился ну ну он не бывает каждый раз каждую ночь поэтому поэтому если вы нашли это можно сказать вы везучий а еще тила тьмы а еще черная борода заспавнилась так надо быстро завалить вот этого чтобы много ай да я я случайно под это провалился ничего буду его фигачить отсюда ай да это еще фабрика что за удача ай да до чертов эмпс так фигачим ребят не выпало но зато выпало здесь экзоплазм ладно бегу бегу туда пока черную бороду там не отфигачили бегу 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 да вот это вот удача прям большая щас еще все абист офигеть 4 сабисти за один раз пожалуйста малюш пусть чтобы его не зафигачили я вот плыву как могу сейчас я вот хотел бы чтобы это черную бороду не избили кстати вот там вот черную бороду убило вот я вижу что бы вам выпало вот что-то с босса вам надо хотя бы десять процентов ему нанести но это сложно из-за этих чертов игроков которые вас убивают вот реально вот сейчас вот убьют а мне не дадут даже десять процентов ему снести вот реально вот смотрите вот вот не дают не дают вот вот стреляет чем могут вот все дарк фрагмент а теперь валю я кстати если кто не знает что это за дарк фрагмент это вот такой фрагмент он нужен для крафта а потому что там вот там вот сол гитары и еще а для сангвинара который в третьем море делается И еще для чего-то там, я не помню. В общем, дарк фрагмент это достаточно редкий, это достаточно хороший материал. Так, ладно, я хотел, я вам хотел показать того самого этого. Ну, в общем, того самого. Вот этот рейд. Этот рейд, он можно сказать, как обычный рейд, только там вместо того, чтобы мы телепортировались на остров, там где 5 островов, там в финале босс, там сразу же будет босс. Он не оффрут контроля, он прям бессючий. И он, его даже называют, ну я его называю, знаете как, бессячий раннер. Потому что он просто телепортируется каждую миллисекунду, можно сказать. Без бута его, можно сказать, почти что невозможно победить. Но если вы с другом, у которого бута, а у вас нет, ну в принципе, если вы 10% по ему снесете, тогда получите. Вот, идем вот сюда. Ребятки, идем вот сюда. А сколько записей тут? 12 минут. Так, вот, ребятки, смотрите. Вот, чип покупаем за тысячу фрагментов. Микро-чип называется. А не просто чип. Кстати, у меня почему-то рука куда-то исчезла. Вот, сюда идем. И вот здесь, вот, вот здесь, есть секретное место. Сюда остановлюсь, здесь еще друзья могут помочь. Но я в соло иду. Вот. Двери закрываются, и вот сам бусло. Когда вы начнете, он потом начнет просто убегать от вас. Вот, вот, вот. И он телепортируется бесконечно. Вам просто надо кликать без остановки и просто бегать. За ним. Бесячий босс. Вот, вот видите, он просто убегает каждую секунду. Смешай, это. Если у вас раса акула, советую во время этой атаки, когда он прям вот так вот на экране вот эти фиолетовые клиники появляются, тогда юзать, а то это у него самый сильный стрел. Но для Будда это очень мало урона наносить. Потому что я почти что Макс ловил. Ну куда ты? Че ты лысый? Плаки-плаки или на мордаке? Ну че ты лысый? Плаки-плаки. Кстати, еще советую вот этот скилл использовать, потому что он по окрестности бьет. Если вы не мечник, а, эээ, ну, вы боевым силем бьете, а не мечом. Тогда советую этот скилл на Год Холмане юзать. Ну, или же дракон В2. Итак, на этом боссе можно спокойно этот, ну, качать. Свою волю воужение. Потому что он куча, эти клинки. Вот-вот-вот, уклоняюсь все. Иногда он успокаивается и останавливается. Это ваш шанс тогда бывает. Ну, вы можете его хорошенько отбить. Если бы он бы не телепортировался, мы бы его уже давно бы убили бы. Вот его сложность. В случае, вы можете его убить, если у вас тысяча сотый уровень. Или у вас девятьсотый или меньше. Главное, чтобы у вас было бута и много хп. И тогда он, можно сказать, мало хп будет наносить. Вот. С него падает достаточно часто зебра кепка и куча уровня. И Белли. Так, там вся биста убивает. Ах ты ж гадина. Клп хочешь? Да-да-да-да. Ай, да ну чертов бу... Ай, да ну еще вот этот. Я не могу убегать, реально. Если я убегу, я буду отштрафован. Если выйду вообще. Чел, ты сам напросился, я тесто юзеров как бы убивал. Ты уверен? Сам-то и убегаешь. Но я ненавижу с такими противниками драться. Реально, они тупо убегают. Раннеры. Я просто убегу. Убегу пока полопад не закончится. Потому что я ненавижу против раннеров драться. И вот буду выключить, чтобы он меня не находил. И чтобы меня сложнее было попасть. Вот реально, вот если на вас напал раннер, просто убегайте от него. Потому что вы от него не убежите. Но не уберите, и вы его не победите. Потому что он тупо будет убегать от вас. И потом бить. Против таких не лезьте драться. Особенно кицуны, которые просто подходят и ударяют некоторые кицуныры. Некоторые кицуныны, наверное, не такие. И дерутся прям полностью. Не трусь. Так, ладно. Слишком я уже заговорился. Кстати, вам кучу уровня дадут. За его убийство. Итак, следующую серию, я думаю, я покажу. А хотя прямо сейчас покажу. Начало, как сделать Готхуман. Это можно сказать начало. Вот советую вам делать Готхуман во втором море. А если у вас Будда будет во втором море. А если у вас в первом море, делайте сразу же в первом море. Если у вас Будда есть. О, смотрите. Вам надо вот этот стиль боя, вот этот стиль боя, и вот этот стиль боя прокачать на 300 мастере. Потом, вот этот вы делаете в 2. Вот этот вот. В случае, я в следующей серии покажу дальше. Вот этот вот в 2 делаете. Так, или сколько там. А, точно. Вот смотрите. Не, вот смотрите. Эти все 300 мастерей прокачиваете. И еще, дыхание дракона. Ээээ, если вы знаете где он, я вам в следующей серии покажу, где он. Вы его прокачиваете тоже на 300 мастере. И потом, вы делаете сверхчеловека. Это так стиль боя называется. Качаете его на, там, 400 мастере, да. И это уже будет первый шаг в год хумуна. Потому что, надо прокачать, пойдите-ка, посчитаю. Раз, два, три, четыре. Так, еще какой-то. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять в стиле боя прокачать на 400 мастера. На 400 мастере. Они все улучшенные. Должны быть, типа, в-2 все стилевые. И вот смотрите. Когда, потом, вы выбираете, что вы первое прокачиваете на 400 мастере. Вот этот, вот этот, или вот этот. Я начало с самого первого начал. Вот этот, дастеп. Очень слабый стиль боя, но я еле как докачал его на 400 мастере. И потом сделал в-2. И потом прокачал его тоже на 400 мастере. Потом. Я начал делать электрик. Здесь то же самое, на 400 мастере. Качаю. Но здесь уже прикол в том, что, что вы сможете делать в-2 электрик. Ну, в-2 электрик называется, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот это прокачиваем на 400 мастер, и вот здесь вот есть МПС, там надо на последнем острове, после которого идут в третье море, вот там вот есть один мальчик, и вам вот нужно с ним поговорить. Ну прежде чем поговорить, вам надо с босса, который на этом, на последнем острове, выпить с него синий ключ, потом вы ему отдаете, и если у вас водное кунг-фу на 400 мастер, он вам предложит купить этот, как там, В2 кунг-фу, ватер кунг-фу, вы его покупаете, прокачиваете на 400 мастер. Потом, когда вы в третье море попадаете, это тоже делаете Электрик Лав, в следующей серии я покажу, как это сделать. Ну вот, и давайте я вам для примера покажу. Вот, 400 мастери, у меня все скиллы есть. Вот этот у меня 400 мастери. Вот этот, на 400 мастери. Кстати, я сейчас подумал, может вам прямо сейчас показать все эти стили боя, которые нужно прокачать на 400 мастери. Ну, в принципе, можно. Так, начало Dark Step V2. Покажу, как получить. Но нам придется далеко достаточно плыть. Это из-за этого... Жаль, жаль. Теперь мне придется идти без стиля боя. Так, идем. Ребятки. И, кстати, в следующей серии я покажу, как вам сделать... Знаете, что? Я так подумал. Еще. Еще. Еще я вам покажу, как сделать... в 2 расу я вам помогу сделать а потом я помогу как сделать ну в общем в 2 а потом покажу в следующей серии в общем после следующей серии покажу вам как сделать расу в 3 ну вот смотрите в 2 чтобы сделать расу какую любую вам надо сделать одинаковый квест а вот чтобы сделать вот этот вот квест на в 3 там у каждой расы свое задание и по моему мнению самое сложное задание на в 3 это у расы рыбачеловек потому что ну эти хотите я вам скажу ну о кстати читер летает вот я ненавижу этих читеров вот нам в тот замок так я сбился вам надо взять квест и пойти сходить сиабиста и кстати если вам вас убьют вам надо снова квест брать и еще когда вы выполнили квест вам надо прийти в то место где вы брали квест живым если вы умрете вам придется заново сделать квест брать его и потом заново идти на сиабист поэтому вам надо быть в этом прям секрет агентом которого никто не может найти так он еще спавнит и вот с него можно или вывести ключ для рангока или же ключ вот сюда в библиотеку и вот нам вот этой мпс покупаем стиль в2 дарфтайп но если вам лень выбивать этот ключ просто вот так прислоняйте стенки делайте шеф-клон и потом просто телепортируйтесь у меня дверь открыта поэтому у меня так не работает куда вот такие вот скиллы достаточно крутые и да здесь последний скилл на 400 мастер еще о салам алакум так а теперь идем вот туда елки-палки что он там делает ладно не буду обращать внимания да ребята видео затянется так сколько видео длится 26 минут ну в принципе нормально погнали и садь вот в этой в этой ночи не заспавнивался этот босс поэтому этот босс не каждую ночь спавнится скилл помните это это ну чертов прыжки реально если теперь идти без прыжков значит кстати после того когда я вам покажу как сделать год хрон я покажу как вам сделать КДК или же как ну это так игроки называют меч а сам меч называется проклятая двойная катана и можно сказать это самый сложный квест по всей игре я там потратил две недели чтобы выполнить этот квест а там еще два меча надо собрать если еще усчитывать сколько я потратил и на квест на проклятую катану и еще на получение этих двух катан их прокачка на 350 мастер это можно посчитать ну где-то месяцев три потратил или четыре я не помню потратил чтобы сделать КДК еще вам нужно 2200 уровень или 2300 я уже не помню чтобы начать этот квест вот кстати вот этот мпс вот там вот босса вот этого сейчас покажу вот там вот босс этот в случае осторожно он спавнит собственного сиабиста но он не настоящий вам за него ничего не дадут и кстати ребята вы тоже сможете призвать своего собственно сиабиста которое вас не трогает только бьет игроков которые у вас рядом но если у вас игрок в союзе он его не трогает вот кстати вот такие вот скилы я с ним вот я вот последний стиль боя это как бы дракона называется я его настолько долго не мог получить я аж успел на 600 мастер прокачать на макс в общем водная карата в общем я покажу этого босса убью его для примера вам не 100% шансов не падает он ну на 50 на 50 не падает если вы совсем неудачливы вам вообще можно сказать фиг выпить выпадет если в общем вам можно сказать очень маленький шанс будет если вы неудачливы очень маленький прям очень маленький водяной ключ кстати вам надо успеть его убить за то время пока он не заспавнится вот ключ мы сейчас пойду к нему вот подходите к нему отдаете этот ключ если у вас 400 мастер на водном куску он вам предложит купить водный карате в 2 кстати если когут дракон когда вы все все прокачали на 400 мастер и оставалось только когут дракона советую вам взять акулия карате потому что она по моему мнению самая сильная из всех этих стилей которые нужно было прокачать на 400 мастер потому что когут дракона вы очень долго будете получать там просто надо прикол то что там в третьем море есть такой остров остров скелетронов там скелетики самых сильных из них падает вот скелетов падает по одной кости иногда по две зомбаков падает по две по три кости кости ну и вот смотрите а вот уже с вампиров падает как там три или четыре костей а вот уже с мумией падает там где-то четыре пять пять или шесть костей и вот за каждые пятьдесят костей вы можете крутануть у челика на этом острове ролл вам может выпустить или же фрагменты или же деньги или же x2 опыт на десять минут или же призывалка рипера с которого с двух парацентным шансом падает коса мифическая еще он нужен для создания кдк так и фаер эссенция это фаер эссенция вы там идете куда-то там ну я вам покажу куда вам надо идти там поднимаетесь куда-то и потом там чел есть и он говорит зажги свое сердце огнем если у вас эта штука есть просто подходите к нему разговаривайте с ними с ним и вот смотрите и потом и считать условия там еще нужно прокачать дыхание дракона на 400 мастере и потом он предложит вам купить этот стиль боя как дракона дракона а вот все остальное я расскажу в следующей серии с вами был я фат и кстати давайте еще вам баг покажу для удобства чтобы вам было удобно качаться если вы быстро трансформируете в обычного чувачка и возьмете в руки любой меч и он у вас большом останется у вас защита пропадет конечно которая дает дается когда вы трансформируете но зато радиус атаки останется и так заработает со стилем боя смотрите сейчас вот у меня большие частицы я из-за никак это очень сильно делает вашу прокачку очень быстро потому что большим быть что-то неудобно у вас меньше защиты а вот с трансформацией прям есть защита при трансформации у вас лютая защита хп ну ладно ребята с вами был я фа и всем под пойдите ка сейчас стану вот так вот как-то они получают это ладно доста доста всем пока ка Субтитры сделал DimaTorzok